Бывших правоохранителей Богдана Цехмистра, Алексея Лазарева и Александра Марченко обвиняют в превышении полномочий. В конце марта они задержали двоих парней. Как утверждает главный свидетель, одного из них Цехмистра избил при задержании. Позже мужчина умер в больнице. Главная свидетельница защиты утверждает, милиционеры парней не избивали, а задержали, потому что один из них пытался украсть у девушки кошелек. Ее показаниям не верит ни сторона потерпевших, ни сторона обвинения. Мол, девушка, как свидетельница, появилась лишь в середине следствия, а в самых первых показаниях обвиняемых милиционеров она вовсе не фигурирует. На тот момент, когда давались первичные показания, еще эта свидетельница не была найдена, и поэтому, возможно, и отсутствовали в первичных материалах и ссылки на нее. С их стороны, может, это была преждевременная какая-то информация, они не хотели ее разглашать до того, как не будет найдена эта свидетельница. Свидетельницу нашли, они указали в дальнейшем об этом человеке. Почему милиционеры забыли о свидетельнице, они сами не говорят, пока и вовсе отказываются давать показания в суде. А вот мужчину, который якобы нашел девушку, сегодня допросили. Сергей Кравченко называет себя независимым юристом. Говорит, раньше помогал руководству УВД. И его попросили проконсультировать обвиняемых. А контакты свидетельницы, утверждает мужчина, ему лично дал один из подсудимых. Я виделся, когда они еще были на свободе в кабинете у их начальника. Мы сидели, они рассказывали полностью от начала до конца, как все произошло. И в ходе вот этих вот разговоров выяснилось о том, что это было, по-моему, в тот день, когда Киевский районный суд цехмистра арестовал. И в тот же день я ее вечером ответил на телефонный звонок. До этого ее телефон был внизу не связи. Сторона потерпевших считает, что Сергей Кравченко не имел права искать свидетельницу и общаться с ней до следователей. Мол, письменного подтверждения, что он работал на УВД, мужчина не предъявляет. Договоров с подсудимыми у него тоже нет. Подтвердился факт того, что действительно долгий, как свидетеля, не было на месте совершения данного преступления. Служебную проверку он не имел права проводить. Это грубое нарушение. Вообще вмешательство проводилась проверка оперативная, потом в дальнейшем и следственная, конечно, он не имел права. На следующем заседании суда, его назначили на декабрь, суд продолжит исследовать протоколы допросов, свидетельских показаний и заключения экспертов. Служители Фемиды планируют также впервые допросить подсудимых. Ольга Крастилева, Алексей Калмык, Медиагруппа «Объектив».